Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет шикарное видео, мы с вами будем опять гулять по брендам. И сегодня мы остановимся на бренде Dolce & Gabbana. Наконец-то мы дошли до этого шикарного эпохального итальянского бренда. Бренды, где веют свободой, роскошью, феминизмом, даже, возможно, сексом. Ну и, в общем, знаете, цвета черный, красный, вот, кружеван и такая вот прям роза. Такая вычурная женственность, вычурная роскошь, вычурная такая вот прям сексуальность. Сегодня мы с вами будем говорить как раз-таки об этом бренде, о люксовой линии. О лайтблюшках, о Dolce & Gabbana, о линейке Dolce. А в следующем выпуске мы с вами пиздодельно разберем и нишевую линейку Dolce & Gabbana. Поэтому ожидайте следующих выпусков. А сегодня мы с вами будем говорить о люксах Dolce & Gabbana. Это видео снято с поддержкой RANDEVU, поэтому мы, как всегда, вам оставляем промокодик на 10%, действующий до 15 сентября. Этого года. Поэтому пользуйтесь промокодик на скидку 10% на покупке от 2500. Зацените мой шикарный лук. Мы сейчас это снимем, чтобы быть с вами тет-а-тет, глаз на глаз, с глазу на глаз. Поэтому раскрывайте свои глазуньи и смотрите это видео. Если вам так же нравится Dolce & Gabbana, так же, как мне нравится, мне. Сразу такая без черных очков бабушка. Ну ладно, в общем, так тоже красиво. Короче, Dolce & Gabbana я люблю и обожаю. Dolce & Gabbana это, знаете, тот бренд, где есть мой самый любимый аромат у этого бренда. Давайте с него, наверное, и начнем. Мой самый любимый аромат из бренда Dolce & Gabbana, это практически моя вторая кожа, это Dolce & Gabbana The One женский. Это настолько красиво, что просто нету слов. Это тот аромат, который я советую всем всегда, на любой случай, момент. Ну, в общем, знаете, это аромат, который должен быть у каждого, у каждой женщины, у каждого молодого человека, который любит, ценит парфюмерию. Это, короче, роскошные золотые персики. То есть аромат настолько роскошный, уходовый, в то же время, знаете, такой вот изысканный. Ну, это аромат, посвященный персикам и абрикосам, в перемешку с шампанским. Есть общая даже с Dolce & Gabbana, тоже вот от Dior. То есть невероятно красивый, роскошный. Я его однажды просто носил, не снимая, у меня был еще дубль. В общем, знаете, это аромат просто на века. У меня у меня версию De Toilette очень часто спрашивают. Мне еще, кстати, нужна в коллекцию Ode Parfum версия. Вот так вот, кстати. Но вот De Toilette, знаете, она мне как-то нравится больше. И прошлый дубль у меня тоже был De Toilette. Вот прекрасный, знаете, ну вот просто женский. Ну вот просто красивый. Этот аромат, он как Lancome Poem. Он как J'adore Dior, Miss Dior. То есть этот аромат абсолютно на все случаи жизни. Как Chanel номер 5. То есть это такой баланс здесь найден, просто нереальный. Что из этого аромата просто не хочется вылезать. Если вам нравятся персики, если вам нравятся роскошные такие вот ароматы, как Poem Lancome, то однозначно я вам рекомендую этот аромат себе заиметь. Боже, какой он прекрасный. Это вот, он стоит на полке у меня рядом с моими парфюмерными я. Потому что он просто богический, прекрасный, простой, но такой красивый, невероятный. Дальше хочу вам рассказать, недавно рассказывал о мужской версии Dolce Gabbana The One для мужчин. Тоже это лучше пока что, что я нюхал для мужчин. Потому что это аромат дорогого древесного коньяка. То есть это не разъеб, это не разъебомба. Это такой вот, знаете, легкий, очень выверенный, сдержанный, древесно-коньячный аромат. Но коньячность здесь достигается не за счет алкогольных нот, а за счет именно вот этой вот выдержанной какой-то древесины. Аромат очень сдержанный, красивый, богатый, древесный. Он нравится всем. Девушки его покупают тоже, они хотят пахнуть Dolce Gabbana The One мужским. Поэтому, девочки, тоже присмотритесь, если вам нравятся древесные ароматы, присмотритесь к мужской версии Dolce The One. Это не прям, он прям мужской мужик, у вас не вырастет член, если вы им будете пользоваться. Это такой вот прям, знаете, немножко мускулинный унисекс, я бы называл. Но для мужчин этот аромат просто невероятно красивый. И для женщин, кто его понюхает, мне кажется, вы тоже его захотите, у вас там что-нибудь привстанет. Вот это вот Dolce The One невероятной красоты. Попробуйте. Это мужской. Дальше. Дальше давайте поговорим про розу. Вот это, кстати, флакончик мне сейчас подходит. Dolce Gabbana, Dolce, версия Rose. Такая вот здесь в рот розочка. Вот, есть еще Dolce Shine. Эта линейка достаточно большая у Dolce Gabbana. Но у меня в коллекции находится только вот Dolce Rose. Короче, это настолько красивая фруктовая роза. Вот, знаете, здесь нет никаких таких вот сягучих, каких-то болгарских моментов серьезных. То есть, знаете, он не такой серьезный, чтобы сказать про него, что это фу, бабка. Нет. То есть, очень приятный, понятный, фруктово-ягодная роза здесь, знаете, какая-то вот майская, я бы назвал. С добавлением дамасской. Очень красивый. Немножко он уходит, знаете, в такие вот клубнично-малиновые оттенки эта роза. Очень женственно, по-девочковому. Но он в то же время не такой, не молодежный. То есть, он какой-то более-менее такой вот серьезный, просто ягодный. Очень красивый аромат. Советую вам. Такая вот ягодно-клубничная роза. Все эти ароматы Dolce & Gabbana, они очень стойкие, поэтому по стойкости шлейфа тут совершенно никаких вопросов нет. Вот кто пробовал другие Dolce & Gabbana, напишите. Возможно, я на них обращу внимание. Может быть, Dolce & Gabbana Shun потестить, как вы думаете. Пробовали ли вы Dolce & Gabbana Rose? Напишите. Вот мне Rose-версия очень нравится. Я ее даже экономлю. Супер. И дальше мы с вами поговорим про Light Blue. В последнее время мы много говорим о Light Blue. И смотрите, сколько их у меня. У меня три Light Blue. Вот так-то, короче. Вот. Вот это вот. Это у меня дублики. И вот этот вот аромат Forever. Давайте начнем с классического Light Blue. Оде Туалет. Вот у меня полный полтинник. И 25 мл сумочку. Короче, знаете, Light Blue – это такая хорошая, качественная база для парфюмоньяка. Это идеальный аромат на лето. Да? Это идеальный аромат на отдых. Когда вы не хотите ни о чем думать. Когда вы не хотите напрягать свой мозг, чтобы мне носить. Вы просто бросаете в сумку Dolce & Gabbana Light Blue и просто не ебете никому мозги. Это цитрусы. Это белые цветы. Белые цветы, они совершенно не уходят ни в какой вот животный акцентик. То есть, все очень свежо, легко. По-летнему присутствуют небольшие совершенно такие вот лилейно-морские ноты. Но морские ноты не в нос вот так вот дающие. То есть, совершенно легкие. Этот аромат нельзя назвать морским. Он скорее озоновый. Очень красивый аромат. Реально, на все случаи жизни я понимаю, почему он стал хитом. Я понимаю, почему этот аромат самый подделываемый вообще на свете. Light Blue – это самый подделываемый аромат в мире. Просто понятно, почему это хит. Потому что этот аромат реально на все случаи жизни. Его можно носить и зимой, и летом, и осенью. Он всегда кстати. Поэтому, у кого нет Light Blue, я вас не понимаю. Light Blue – это палочка-выручалочка. Не надо бояться этого аромата. Не надо его стыдиться. Он очень хороший. Он очень качественный. И он того стоит. Дальше интересная интерпретация Light Blue – это Light Blue Forever. Тут уже вот такой вот флакончик более синенький. Такая вот крышечка непрозрачная. Так вот выглядит флакончик. То есть, знаете, это тот же самый Light Blue, только интенсивный и за добавлением ванили. Звучит очень интересно, нетривиально, необычно. Вот. То есть, здесь добавлены все те же самые лимоны, только выкрученные более на максимум. Белые цветы тоже выкрученные на максимум. То есть, здесь даже чувствуется такой вот жасмин чебушниковый. Прям, знаете, прям в самый момент цветения. И потом уже вылезает ваниль. Ваниль не противная совершенно. Она адаптирована под этот аромат. Очень звучит. Интересно. Приятно. Для любителей свежих таких, знаете, цитрусово-белоцветочных ароматов, это будет топчик. Кто любит Light Blue, версия Forever, это вот 100% будет топчик. Потому что аромат многогранный. Он вот, знаете, Light Blue, они как будто мерцают в жару. Они не душат, они не удушают тоже. Они вот дарят какое-то ощущение свежести, чистоты. И, в общем, знаете, с ними просто приятно. Это именно те эмоции, которые хочется получать от парфюмерии. Чтобы не было дискомфортно, а просто чтобы было приятно и классно. В общем, вот мои ароматы из люксовой линейки Dolce & Gabbana. Моим однозначным фаворитом это Dolce & Gabbana The One. Ну, это просто все должны иметь. У кого нету, я вас серьезно не понимаю. И мои фаворитики это Light Blue. Это тоже все должны иметь у себя в коллекции. Потому что, если у вас нет Light Blue, то, блин, вы не профманьяк. Извините, но вы не профманьяк. Следующие выпуски у нас будут посвящены бутиковой линейке Dolce & Gabbana. Очень разнообразной. Рассмотрим с вами 4 популярных аромата из этой линии. Поэтому смотрите мои видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, что вы из этого пробовали, из Dolce & Gabbana. Возможно, у вас что-то было. И пишите свое мнение насчет Light Blue. Потому что я знаю, многие к нему очень снопски относятся. Всех любую, все в целую. До новых встреч. Пока-пока. Чмоки.